Ни неправительственные организации смогут сами по себе достичь этой цели. И вот это киберпространство требует глобального партнерства между различными правительствами, гражданским обществом, между частным сектором и другими заинтересованными сторонами. Уважаемые участники, дамы и господа, совещание АЧФ, этот форум, всего лишь проводится с 2006 года, но это уже показало нам, насколько важно, и какая большую пользу можно получить от этого. С участием этих многих заинтересованных сторон, с тем, чтобы они разрабатывали общие цели, форум, как форум многих заинтересованных сторон, он пристег от озабоченности о том, каким будет будущий интернет. Этот форум был создан именно истекаясь от этого вопроса, как можно управлять интернетом, с тем, чтобы он был бы направлен на пользу всех людей, и мы будем говорить, будем откликаться на эти озабочения, мы будем встречать эти разные средства, частные секторы, технические сообщества и так далее, с тем, чтобы мы принимали участие, чтобы вносили в него вклад, вносили все ресурсы в достижение этой цели. В этом году, на восьмом совещании АЧФ в Бали, в Индонезии, мы будем продолжать по-прежнему, усиливать наше сотрудничество, укреплять наше сотрудничество. Тема этого восьмого заседания, наведение мостов, укрепление многостороннего сотрудничества, для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие, это не только касается Индонезии, но это касается всех, большинства стран мира, и то, с чем мы сейчас связаны, о чем будем говорить на протяжении последующих нескольких дней, мы будем подходить к этому с разных точек зрения, и я надеюсь, что ваш личный вклад в эти дискуссии поможет. Уважаемые участники, дамы и господа, я думаю, что АЧФ 2013 года внесет большой вклад в глобальные дискуссии в отношении управления интернетом. Давайте воспользуемся этой возможностью, для того, чтобы можно было подчеркнуть нашу поддержку управлению интернетом, всем, что мы могли бы. Я хочу также, я верю также, что открытый диалог и атмосфера открытости поможет нам достичь каких-то общих взглядов, чтобы было расширено взаимопонимание, большие связи, более тесные связи, и сотрудничество между многими заинтересованными сторонами для достижения роста и устойчивого развития. Уважаемые участники, дамы и господа, я формально открываю сейчас форум 2013 года, и я хочу сейчас, чтобы вы могли бы принять участие в традиционной церемонии. Спасибо. 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 Уважаемые участники, дамы и господа. Сейчас этот наш форум по управлению интернетом формально открыт. Сейчас будут несколько выступлений от очень важных представителей, заинтересованных сторон и сообществ с тем, чтобы подчеркнуть наш вклад. Я хочу попросить сейчас секретариат АЧФ, господина Масадал, с тем, чтобы он начал приглашать наших выступавших. Будьте добры. Спасибо. Господин представитель. Сейчас будет выступление представителей различных групп, которые заинтересованы в нашем форуме. У нас есть 18 человек, каждый из которых будет выступать на протяжении 6 минут. Пытайтесь придерживаться вот этого режима времени, потому что иначе я буду вам напоминать время от времени о том, что время истекает. И наш первый вступавший, это генерал Сега АТЮ, господин Хамат Анкурий, но он сегодня не смогут присутствовать на этом совещании, поэтому он послал нам видео сообщение, которое, может быть, будет нам в виртуальном плане, он будет присутствовать сейчас на этом совещании, сейчас это будет перед нами. Ваше происходительство, уважаемые господа, дамы и господа. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность правительству Индонезии за то, что они принимают у нас этот форум и пригласили. Я хочу также отметить здесь роль ООН за то, что реализовали этот форум и выпали в Индонезии. Я извиняюсь за то, что я не смогу присутствовать лично на этом совещании, но надеюсь, что я встречусь с вами в виртуальном плане. Поэтому я с самого начала, мы были привержены идеалам того, как многие из адресованных сторон могут принимать участие в совместных действиях, поэтому как агентство ООН, которое началось на этот процесс, то IT довольна тем и гордится тем, что этот процесс достиг сейчас того уровня, когда различные заинтересованные стороны, когда могут принимать участие в обсуждении критических вопросов, которые касаются информационного общества. С 2005 года, на многие вопросы уже были, подняты многие вопросы, которые теперь у нас примерно 1800 участников, и это сейчас используются для того, чтобы можно было пересматривать вопросы, чтобы вот это первоначальное видение, которое у нас было продлено за пределы 2014 года, и в будущем году это будет обсуждаться на более высоком уровне. Поэтому я хочу пригласить вас, чтобы все вы принимали участие в этом, процессе, и, конечно, это был очень для нас такой год, который был очень сзади, это было много, прошло разных событий. Я встречаю в Дубае встречу и WDF-12 в Женеве. Было прекрасно видеть на этом совещании более 900 участников, многие из вас в этом зале, которые работали вместе, в таком позитивном духе сотрудничества и WDF произвел соглашение, многостороннее соглашение о шести непривязанных точек зрения, которые нацелены на разработку политики, которая почвала важность продолжения дискуссий на разработчиков форумах, и в результате ITU организует открытый диалог сегодня на этом совещании, и фокусируя внимание на модели, на сторонней модели. И я хотел призвать вас использовать эту возможность, чтобы ваши голоса были услышаны. Дамы и господа, этот год особо важен для всех нас, потому что даже дебаты, как касается, в международных рамках в мире, где происходят различные мероприятия, и все больше вопросов возникают, вопросов отсутствия безопасности в киберспособности. И давай хочу вас... Хотя я хочу вас оберить, что, хотя я не смогу присутствовать лично, но ITU будет участвовать во всех ваших дискуссиях, и хочу пожелать вам успешной работы форума. Благодарю вас. Благодарю. А теперь я рад пригласить его происходительство. Госпожа Элма Лавизида, заместителя министра коммуникации и интернациональной технологии Республики Азербайджана, где будет проводиться... где проводилась ITF 2012 года. Ваше превосходительство, янтонас Касс, ваше превосходительство, господин Фифату, ваше превосходительство, дамы и господа. От имени делегации Республики Азербайджан и от своего имени хотел бы выразить наше приветствие всем вам здесь присутствующим. Мы уже встречались с большинством из вас в рамках 7-го IGF в Баку, в 12-м году, в Баку, столице Азербайджана. Это было отмечено по хорошим уровням присутствия, динамизмом. Более 128 стран направили своих представителей и, включая удаленных участников из 800 интернет-адресов, обсуждали различные вопросы на пленарных заседаниях, а также более 100 практикумов. Поэтому мы можем предположить, что кимская встреча была позитивным скланом в процесс IGF. Я считаю, что настоящая встреча в Бали будет важным шагом для будущего продвижения движения IGF. И, пользуясь этой возможностью, хочу выразить нашу искреннюю благодарность организаторам и поддержать правдотворных обменом мнений во время форума. В целом, учитывая важнейшую роль интернета на глобальном уровне, а также его важность для государств и индивидуальных лиц, мы можем сказать, что это наиболее приемлемая платформа для обсуждения вопросов управления интернетом и разработки общих механизмов и процедур управления интернетом. Все участники это правительство госправительства, общественных организаций, технический персонал, все это представляет хорошую возможность для разработки инициатив и является хорошей базой для положительных результатов. Это хорошо предъявлено в основной теме форума на ведение мостов и расширение многостороннего сотрудничества для роста и устойчивого развития. Поэтому, уважаемые господа, продвижение ИКТ является самым приоритетным сектором развития в политике развития, стратегии развития Азербайджана. И доказательством является такой факт, что в 2013 году господин Алиев президент Республики Азербайджана объявил 2013 год годом ИКТ. И в этом году мы впервые запустили свой спутник, коммуникационный спутник и присоединились к списку космических стран. Развитие ИКТ стало новым этапом в стратегии видения 2020 касающейся модернизации инфраструктуры телекоммуникаций, установления оптических кабелей, покрывающих все важные важнейшие районы и расширения широкополосных услуг. И все это в настоящее время осуществляется в нашей стране. И мы хотим достичь сейчас у нас 30% и 50% покрытия примерно широкополосных интернет покрывает 50%. И социальные сети сейчас распространены везде, где существует интернет. И наша цель расширить эти сети. Поэтому специальная модель была избрана Азербайджаном и соответствующие шаги были предприняты. Сейчас парк высоких технологий строится, был создан фонд IT, а также университет IT был создан в нашей стране. Региональные проекты в развитии регионов также являются нашим приоритетом. Например, в Азербайджане является частью европейско-персидского гейтвэя. И это один из примеров таких многосторонних проектов. Другой проект это французский европейско-азиатский супер-хайвей. И это было признано на Генассамблее ООН. Дорогие участники, делясь нашим опытом и нашими достижениями с вами, мы хотим еще раз показать, что вопросы развития ИКТ не только способствуют устойчивому развитию страны, но всего региона в целом. И мы можем предположить, что эта тенденция будет принята во внимание во время дискуссий на нынешнем IGF. И моя работа увеличения сотрудничества между странами. И учитывая основные принципы сотрудничества, обеспечения безопасного интернета и использования интернета для развития, все это должно быть нашими конечными целями. Поэтому в конце заключения своего выступления хочу еще раз поблагодарить ООН за администрирование и организацию настоящего совещания, а также секретариату IGF в Женеве, за то, что они каждый год очень солидно наращивают свою работу, а также другим институтом типа ООН ДЭЗа и пожелать удачи всем участникам форума. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, господин Афал Ашар. От имени участников IGF хочу благодарить вас и народ Азербайджан за ваше гостеприимство в ходе IGF 2012 года. А теперь мы продолжаем наше выступление и порядок был установлен Желебьевкой вчера, первой выступающей. Его превосходительство Павло Бернадо Силова, министр коммуникации Федеративной Республики Бразилия. господин Тома Гесс, господин Титатфу Сен-Белин, министр коммуникации и Техконечности Индонезии, господин Масанга, дамы и господа. В сентябре прошлого года президент Бразилии Димак Грузен Брасе выступил с речью присутствием более 190 стран на открытии Генассамблеи ООН. И в ее словах на открытии президент привел к вниманию всех делегаций то, что она считала очень важным. Бразильский президент говорил о деятельности глобальной сети наблюдения, которая вызвала серьезное возмущение всего сообщества. И я здесь хочу еще раз повторить озабоченность нашего президента. И это отражает наше чувство каждого бразильца. И кроме того хочу рассказать о точке зрения бразильцев. и надеясь на поддержку всех участников IGF в этом вопросе. Бразиль призывает понимает важность интернета. Это новые горизонты экономического и социального развития можно наблюдать в возможности и знания ими делятся. Кроме того это так и нам нужно построить новую модель для управления интернетом. Модель которая позволяет нам достичь все эти возможности модель которая будет демократической и транспарентной и обеспечивает права человека свободу выступления а также безопасность и сохранение личной тайны. И за последние годы бразильское общество достигло серьезных улучшений в развитии таких как свобода слова свобода выборов и инклюзивность в распределении дохода. Вместе с этим Бразилия наблюдала за ростом интернет и наша доля в глобальной сети также является солидной и это отражает наши культурные аспекты и нашу экономику. Это дом для социального движения, для бизнеса, для развлечений, знаний. Он защищает визуальных людей не ущемляя их свобод. Более 100 миллионов бразильцев пользуется интернет. Больше и больше во всех местах включаются в цифровой обмен каждым годом. У нас особый прогресс достигнут в отдаленных регионах, увеличивая, снижая цифровой разрыв в нашей стране. И хотя мы уже достигли достаточного прогресса в деле развития интернета, мы также сталкиваемся с проблемами, проблемами доступа для большинства бразильцев. Но мы хотим лишь бы какой интернет. Интернет это не мера технологического и экономического проспетства в обществе. Это инструмент для благодействия для народа. Он должен быть применен в интересах народа. Использование киберпространства для распространения информации неправильным образом или для нарушения прав человека это неэтично. Это отрицательно сложается на социальном развитии и в то же время также способствует неравномерному распределению ресурсу. И это привлекает преимущество для одного рынка. Поэтому когда мы говорим об управлении этой глобальной сети, речь идет не только о технических стандариях, но также экономический дисбаланс и возможные решения этого дисбаланса. Существует явное недовольство существующим статус-кво, потому что новые формы генетологического участия должны быть прогрессивным. Давно уже в Бразилии говорят об этом. И мы рады, что ваша организация подписали Монтовидейское заявление. И голоса Бразилии и всех развивающихся стран являются вместе. И мы знаем, что раз и навсегда, что с тем, чтобы у нас всех был единый интернет, надо включить туда голос всех участников и всех стран. Мы ищем модель, которая будет отражать принципы этого, которые говорил президент Бразилии в ООН. Свободу слова, уважение личной тайны и защита свобод. И все это должно быть транспарентным и стимулировать творчество и участие различных сообществ, как об этом говорил президент в своем выступлении. универсальность, которая убеспечивает социальное развитие и состроение недискриминационного общества, культурной диверсификации с уважением различных ценностей, а также этические критерии, и то, что было невозможным ограничивать по каким-то регулизиозным, политическим или другим мотивам. Мы в Бразилии сталкиваемся с хорошими результатами касающихся управления интернетом. У нас есть стиринг-комитет, это является хорошим примером для многостороннего управления интернетом, где вместе работают и академики, и политики, и техники. И были соответствующие разработанные принципы и определены права и обязанности пользователей интернета. Принципы, которыми действуем для управления интернет, и те же принципы, которые вы обсуждаете здесь на встрече IGF. И наше участие в различных интернет-зонных форумах делает нас вполне состоятельными для выполнения этой работы. Мы делаем все возможное для того, чтобы бороться с неавторизованными, с несправедливым проникновением в тайны нашего бизнеса, политики и личных. мы знаем, что интернет-спионаж подрывает доверие людей к интернету. То, как сейчас управляется интернет, только может усилить эту озабоченность и способствовать фрагментации. Кроме того, этому способствует централизм и односторонность в хранении данных и информации, которая существует сейчас. Интернет открыт для всех и для всего, но кроме для того, как его управляют. И мы очень рады получить визит представителя ИКАНа. И когда он рассказал о Айсхарш и говорил о различных изменениях в управлении интернетом, то наш президент был готов пригласить на соответствующее совещание. И я вас хочу привлечь, чтобы не только присутствовали на нем, но и стали активными участниками в интернет-саммите, который состоится в Бразилии в первом квартале 2014 года. И мы хотим вместе с странами рассмотреть вопросы того, как можно совместно управлять интернетом. Если вы сейчас спросите, какую модель я бы поддержал, я даже спросу, честно говоря, у меня нет окончательного ответа. Я уже сказал о принципах, которые у них, но формат, детали, это все еще предстоит разработать. И самый лучший способ сделать это коллективно. Мы можем закрыть саммит с четкими намерениями и приверженностями, которые будут вести к конкретным действиям, которые должны предпринять все. Чтобы достичь этого, нам нужно сотрудничество всех тех, кто изучает, строит и живет в своем интернете. Нам нужны знания, нужны возможности всех участников интернета. И более того, мы находим на этом высоком уровне. И поэтому президент лично попросил меня заручиться вашей поддержкой каждого из вас. И мы надеемся, что IGF сейчас обновит нашу силу с тем, чтобы продвигать наши дискуссии пока до нашей встречи в Бразилии. Благодарю за внимание. Благодарю вас, министр. Следующий выступающий господин Шади Абузала WAI консорции. Консортиум World Wide Web W. Лид. замечательное место для проведения конференции. Благодарю вас за ваше гостеприимство Индонезия. Как уже сказали, меня зовут Шадия Абуазар. Я работаю консорцием World Wide Web WTC. Особенно с инициативой по доступности к интернету. WTC это является международной организацией, которая разрабатывает основные стандарты такие как XML и другие, которые вместе строят сеть в таком виде, как она есть сейчас. Это сейчас главный интерфейс в интернете. WTC была основана основоположником World Wide Web и он сейчас продолжает руководить нашим консорциумом. и мы создавали свою организацию в сотрудничестве со всеми и членством ее можно сделать встать каждый без каких-то роялти. Это открытая платформа, которую мы знаем все сейчас и все это доступно на мобильных телефонах, на компьютерах, на телевизорах и так далее. Инициатива доступности к интернету WAI разрабатывает стратегии и ресурсы с тем, чтобы сделать сеть доступной для людей с инвалидностью. Это интегральная часть работы WTC с 1970 года. Многие из вас знают, что WAI основные WACG это основные принципы для обеспечения доступа для людей с инвалидностью. Это международная признанность сеть принципов, признанная различными организациями и правительствами в мире как стандарт, в качестве стандарта доступности. И недавно также он был принят ISO. У него 4.0 4.0.0 Это также международный стандарт в рамках ISO. Сегодня я говорю от имени от динамической коалиции IGF для инвалидов DICAD. Она поддерживается международным ITU, международным телевизионным союзом и представителем организации Андрея Сакс. Многие из вас его знают. И DICAD был сформирован вскоре после первой конференции IGF в Афинах, когда многие из нас поняли многие вопросы, которые проблемы перед нами их нужно решать через IGF. И с объединенным голосом у нас будет более серьезная позиция. вы понимаете интернет конечно чрезвычайно важен для людей с инвалидностью и никогда не было для них такой возможности участвовать равно в общественных процессах. И интернет предоставляет им доступ к образованию, к трудоустройству, государственным услугам и многое-многое другое. Он помогает этим людям справиться с нищетой и с уязвимостью, социальной уязвимостью, которой страдают люди во всем мире. И это позволяет им жить как равненаправдные члены общества с достоинством, нежели быть просто зависимыми от социального обеспечения. Именно поэтому ООН принял Конвенцию о правах инвалидах UNR-CPD, которая признает доступ к информации, включая информацию на интернет в качестве основополагающего права человека. И именно поэтому IGF так важен, потому что он является платформой, многосторонней платформой, международной платформой по повышению информированности всего глобального сообщества, для обсуждения проблем и поиск путей снижения барьеров для людей с инвалидностью. Потому что, к сожалению, много еще барьеров, которые препятствуют инвалидам пользоваться теми позитивными возможностями, которые предоставляет интернет. И вот мы говорим сегодня в зале, один из наших коллег к сожалению не может присоединиться к нам даже на отдаленном доступе, потому что система не работает для слепых, не имеет специальную он и многие другие не могут присоединиться к нашей дискуссии, потому что существует еще техническое несоответствие, которое в принципе разрешимо, если разработчики этих систем работали бы вместе, и если бы они больше понимали потребности, которые существуют для людей с инвалидностью, это именно отсутствие участия людей с инвалидностью, которое и становится причиной незнания этих проблем и приводит к большей эксклюзивности и фактически нас заставляет пройти в порочный круг. с другой стороны доступность конечно нас всех всем приносит в пользу. Например, текст к программе перевода текста в речь также помогает таким людям с ограниченным зрением, а также очень важны для людей, которые языковые навыки достаточно слабого уровня, либо этнические меньшинства и так далее. Поэтому, когда мы говорим о управлении интернета и о том, как соответствовать потребностям всех членов нашего отчества, в том числе и нашим общим потребностям, поэтому очень важно, чтобы все были вовлечены в этот процесс. За последние годы мы видели серьезный прогресс. Сейчас мы можем нам участвовать на удалении. Это было очень полезно для многих участников, соответственно, для таких, которые, например, первый язык не английский, неважно, какая у них инвалидность они имеют, но предстоит сделать еще гораздо больше с тем, чтобы вовлечь всех в этот процесс. Поэтому Дайкэд разработал основные принципы для встреч ИГФ. Мы пытаемся документировать хорошую практику и перевести эти все моменты с одной конференции ИГФ в другую. И мы ведем эту работу в течение многих лет. И при поддержке секретариата ИГФ, я хочу это подчеркнуть еще раз, эту серьезную, мощную поддержку со стороны секретариата ИГФ, без которой мы не смогли бы так эффективно принимать участие и внести свой вклад в работу ИГФ. Все это стало доступно для стран, в которых проводятся конференции. Кроме того, мы используем и веб-сайт ИГФ для продвижения своей информации. Мы также надеемся, что региональные конференции ИГФ также сделают свои совещания более открытыми, более инклюзивными для всех. И мы в ИГФ предоставляем ресурсы, свои ресурсы для ИГФ и ждем, проводим обмены по различным аспектам управления интернетом с различными участниками. Таким образом, мы приглашаем всех вас, это приглашение открытое, работает с нами, с Айкад, для того, чтобы не только сделать ИГФ, но и весь интернет более доступным и более инклюзивным. Благодарю вас. Спасибо, господин Абуза. Следующее выступление, господин Сабин, он член Европейского парламента из Аши, Германии. Ваше происходительство, дамы и господа, уважаемые участники, я благодарю за то, что вы предоставили возможность выступить на этой первой панели, которая состоялась сегодня. я рада представлять делегацию европейского парламента. Интернет это, естественно, очень многообразный инструмент коммуникации, он растет очень быстрыми темпами, создает новые возможности, но одновременно и выборы, и риски, которые касаются как частных людей, так и государств, и бизнеса. Интернет телефоны и так далее, различные приспособления, устройства, преобразили тот путь, которым мы пользуемся информацией, получаем доступ к ней, это изменит вообще наш образ жизни, как мы путешествуем, общаемся и так далее. Вот такого рода новации, они приводят к новым видам взаимоотношений между пользователем, между бизнесом. Нужно, естественно, следить за всем этим с политической точки зрения, и можно как бы быстрее откликаться сейчас на новые перемены по двум причинам. Тоже надо создать деловую среду, которая создает возможность, новую возможность, которая охраняет принцип конкуренции, которая была правомерной, охраняет права граждан, позволяет им полностью получать пользу от прозрачного интернета, открытого интернета. Поэтому новая стратегия интернета, после того, как произошли некоторые события, Евросоюз будет вырабатывать общую стратегию, важные решения будут приняты, и они должны откликаться на определенные вызовы, иначе Евросоюз не сможет откликнуться своевременно на вызовы экономического роста, которые связаны с ростом интернета, обеспечивать свободу информации, свободную передачу информации, доступ для всех, принимая также во внимание права индивида, это останется по-прежнему главными элементами нашего подхода. Для меня есть три главных политических вопроса, на которых будет оставаться особенное внимание, когда начнется в Евросоюзе, в Европейском параде, начнется Новый год законодательных мер. Интернет должен быть прозрачным, должен быть безопасным, он должен быть открытым, он должен быть конкурентным, и он должен быть доступен всем и быть справедливым. Поэтому начинаем с 2005 года и после этого во все другие совещания, которые проводились с АНЧФ, вопросы, которые обсуждаются на этом форуме, представляют собой огромное значение для обсуждения политики на уровне Евросоюза, потому что есть различные политические инициативы, которые обсуждаются на уровне Евросоюза сейчас. В частности, на этой неделе Европейский Совет будет обсуждать с собой цифровую повестку дня и будет создавать какие-то политические установки, которые будут на протяжении последующих годов задавать тон развитию. Были подняты разные вопросы, которые касались цифровой экономики, инновации, обслуживания, услуг. Общая цель была направлена на то, чтобы можно было избежать разбивки рынка, достичь какой-то одной рамки, которая позволила бы нам обеспечить стабильность этого рынка. Евросоюз работает с другими европейскими институциями для того, чтобы добиться именно этой цели. Для нас главная цель заключается в том, чтобы можно обеспечить охрану данных, нейтралитет, кибербезопасность, плюрализм, авторские права, большие данные, открытые данные и так далее, охраны несовершеннолетних онлайн и так далее. Это одни из многих тем, которыми мы занимаемся. Они имеют отношение к более общим вопросам управления интернетом, о котором будем говорить на протяжении последующих дней. Дамы и господа, в прошлом году была бы сказана заболченность в отношении предложений, которые были предложены несколькими государствами на международном уровне, которые могли бы отказаться, отразиться на архитектуре интернета, на его безопасности, на том, как ему будет пользоваться бизнес. Поэтому это может даже привести к ограничению какие-то определенные свободные передачи информации. Евросоюз и его парламент всегда отказывают от любых каких-то предложений с тем, что можно было бы вносить какие-то перемены, режимы и так далее, которые в какой-то мере давали бы какие-то контролирующие функции над национальным организациям. Евросоюз и парламент всегда пользовался с тем, чтобы было многостороннее участие, чтобы участие было бы шло снизу тоже. Поэтому любые предложения, которые могли бы сейчас отражаться на этом многостороннем участии, это могло бы сильно отразиться на том, каким широким бы оставался доступ к цифровым технологиям. Децентрализованное управление интернетом это необходимое требование. Интернет внес огромный вклад в рост в инновации в европейской экономике он стал сейчас действительно жизненно важной частью того, что происходит в Евросоюзе. И это связано как раз с элементами открытости, с тем, чтобы было очень мало барьеров для того, чтобы могли бы проводиться какие-то новаторские начинания, включая создание приложений с новым содержанием и так далее. Поэтому управление интернетом и соответствующий вопрос регулирования они должны продолжаться оставаться на уровне вот этого многостороннего участия. Мы верим в то, чтобы такие институции как IGF, если оно сосредоточится очень четко на том, чтобы взять привлечь людей из различных заинтересованных групп с тем, чтобы начать приступить к диалоги в отношении выработки политики управления интернетом. Тем не менее, я думаю, что у нас будет очень много еще дискуссий на этой неделе в отношении того, как это правильно организовать. В ходе этих дискуссий мы должны учитывать также нашу общую приверженность к созданию того, чтобы интернет был бы сконцентрирован на людях, был бы прозрачным, чтобы он давал принимать им участие с тем, чтобы все участвующие могли бы использовать информацию, делиться информацией, получать доступ к знаниям. Поэтому я хочу и ожидаю очень плодотворных дискуссий во входе этого форума и благодарю вас за внимание. Спасибо вам. Следующий выступающий его превосходительство Махсахиру Яшисаки, вице-министр по координации политики в Министерстве международных дел и коммуникации Японии. Ваше превосходительство, дамы и господа, я от имени японского правительства хочу прежде всего выразить мою большую благодарность всем тем, кто так вложил такие усилия, чтобы сделать этот форум возможным. Это международная платформа, где мы можем обсуждать широкий круг вопросов по управлению интернетом. Есть много вопросов, которые необходимо обсудить в отношении управления интернетом, но у меня все же только несколько минут для того, чтобы можно было изложить свои взгляды, поэтому я хочу сейчас представить вам деятельность Японии в этой сфере, особенно когда вопрос касается кибербезопасности, который является одной из многих тем на этом форуме. киберпространство расширяется за пределы национальных границ, он сейчас уже распространился практически по всему миру, и вместе вот с этим расширением границ интернета киберпреступления, киберриски становятся тоже наиболее злободневными и глобальными, по этой причине, для того, чтобы обеспечить безопасность в этом киберпространстве, с тем, чтобы там не было нападений, мы создали в июне этого стратегию, и на основе этой стратегии Япония сейчас пытается поддержать сеть телекоммуникаций, которая была бы безопасной, с тем, чтобы это произвелось, с участием как международной корпорации, так и общественности, и технологическое развитие, бизнес и так далее. Поэтому Япония также выработала международную стратегию в отношении кибербезопасности 2 октября. Для того, чтобы пояснить это, японская политика направлена на то, чтобы можно было активно вовлечь в это, соответствующее государство, которое заинтересовано в этом, и вот следующие три принципа, которые представляют собой повестку дня, которые ставят перед собой эта политика, первое, это что создание критерий для этого сотрудничества между агентствами, которые занимаются трансграничными преступлениями в киберпространстве сотрудничества на таком уровне, чтобы не было произведено бы снижение уровня безопасности. Подводите мне представить вам сейчас недавний пример такого рода усилий, когда сотрудничество между Азеаном и Японии было создано уже 40 лет тому назад, но в сентябре этого года Япония вместе с Азеаном провела политическое совещание между Азеаном и министерством в Токио и приняла совместное заявление на министерском уровне в отношении политики, касающейся сотрудничества в области кибербезопасности. Ваше превосходство, и министр, спасибо за ваше участие, приглашая вас в Японию, на этом совещании Япония и другие страны. Они страны Азеана продвигали идею сотрудничества, согласившись принимать участие в этом проекте, а это был именно проект, который сейчас спар, который был создан с Азеаном и Японией, это должно было создать сотрудничество в рамках Азеана и Японии, для обеспечивания безопасности в комбинационных сетях и с тем, чтобы вредоносные программы и так далее не проникали бы в эти сети. Фундаментальная политика Японии заключается в том, чтобы обеспечить навременно свободную передачу информации в киберпространстве и мы естественно все люди хотят и должны получить максимальную пользу от интернета. Ни у кого нет права с тем, чтобы отказать кому-то в доступе, в свободном доступе, который происходит за счет киберпреступления и кибернападок и так далее. Поэтому мы вот это общее наличие контроля со стороны правительства и так далее обеспечивается тем, чтобы можно было обеспечить устойчивое развитие сетей и их рост. Но для того, чтобы достичь этого, Япония будет продолжать принимать инициативу, работать активно вместе с другими странами, для того, чтобы можно было создать надежную киберпростанцию, которое одновременно было бы и безопасным. И, наконец, я надеюсь, что плодотворные дискуссии в ходе этого форума дадут стимул международному обществу всем, чтобы оно вместе продвигалось рука в руку и принимать все более эффективные меры и подходы для управления интернетом. Спасибо. Спасибо, господин замминистра. Следующий выступающий будет Масафа Чихари, президент Айкад. Ваше происходительство. И вы тоже превосходные дамы и господа. Я хочу начать с того, чтобы попросить позволения от нашего представителя с тем, чтобы задать людям в этом зале, которые активные, которые независимые, с тем, чтобы они встали сейчас. Потому что те, кто видели то, что происходило, поэтому мы должны конечно все, кто принимали в этом активное участие, будьте добры, встаньте. И мы сейчас благодарим во всех, чтобы вы внесли большой вклад, в то, что это совещание, этот форум происходит вместе с Шенгитой Масанго, ИД и секретариата IGF. Это были люди, которые на самом деле работали так, как это нужно в многостороннем плане, с тем, чтобы создать этот форум, поэтому мы должны быть им очень благодарны, поэтому большое спасибо. Год тому назад я встретился со многими из вас в Баку впервые. Это было седьмое совещание, для меня оно было первым, и как вы помните большие вызовы, которые стояли перед нами, и я тогда поделился с этим, это было моим приоритетом, это для того, чтобы ICAN стала бы более международной организацией. ICAN всегда рассматривался как, может быть, слишком сконцентрированным на Лос-Анджелесе, на Соединенных Штатах, с тем, что мы там наслаждались калифорнийскими пляжами, и они как бы, мы приглашали людей в ICAN, но мы хотим сейчас, чтобы не вы шли к нам, а мы шли к вам, и я хочу вам сообщить уже через год после этого, что ICAN сейчас пошел, в мир мы разделили себя на три филиала, Лос-Анджелес, Стамбул и Сингапур. И вот эти вот маховики работают сейчас, они работают в правовом плане, они получили как бы все необходимые законодательства, которые необходимы. Мы сейчас открыли также центры вовлечения в Китае, в Матевидео. И я только что приехал из Индии, где мы только что объявили первый центр по наилучшей практике в отношении кибербезопасности в Индии. После этого мы сейчас расширили рамки ICAN, мы пригласили нашу команду с тем, чтобы они все тоже выходили, уезжали из Лос-Анджелеса. Поэтому наш глава глобальной политики сейчас работает в Стамбуле, наш следующий глава технологий будет находиться в Сингапуре, я вместе со своей семьей тоже в январе перейду в Сингапур, а после этого поеду в май в Стамбул. Поэтому мы сегодня имеем такую организацию, которая сейчас изнутри вовнутрь изменяет полностью нашу точку нашего центрального веса. И мы сейчас... Но этого недостаточно. Мы должны, чтобы быть настоящим международным организациям, мы должны изменять также и другие параметры, не только наши операционные процедуры, но и потенциально также и свои правовые рамки, хотя мы остаемся все-таки еще калифорнической корпорацией, но ничто не останавливается от того, что мы в дополнение к этому были бы юридические организации и в других организациях. Мы хотим именно это сделать, для того, чтобы Айкан превратился бы в более международные организации. Мы верим в то, что наша приверженность миру должна быть именно приверженности к миру, не к каким-то определенным заинтересованным сторонам. Мы должны сейчас идти как раз в этом направлении. И вот эти фундаментальные перемены, они должны произойти, потому что статус КВО не удовлетворяет нас, он не является устойчивым. но мы должны двигаться с осторожным, мы должны продвигаться спокойно, потому что сама безопасность интернета, его стабильность, его устойчивость должна быть нашей первоначальной целой, потому что мы все зависим от этого. Мы сделаем это, но будем это делать как общественность, как общество, сообщество, и мы достигнем этой цели. И, наконец, как часть нашего международного цели, я сейчас должен объявить очень важную новость, что сегодня впервые в истории интернета ICANN объявил, что первые арабские, русские и китайские домены на первом уровне, они будут сейчас связаны с самим, это прекрасная новость для всего мира, они будут являться ключевыми корневыми домейнами на интернете. И теперь тоже есть, мы знаем, что на некотором арабском мире не имеет даже какой-то клавиатуры, которая была бы, теперь это прекрасная новость для того, чтобы пользоваться интернетом, и поэтому люди смогут сейчас сделать так, что мы в ICANN делаем с этим, чтобы ICANN и сам интернет становился все более глобальным. Сегодня хорошее время для того, чтобы поговорить об новом времени года для интернета. По мере того, как ICANN становится более международной организацией, управление интернетом, тоже должно становиться все более глобальным начинанием. вчера и сегодня. У меня были двусторонние совещания, когда многие приходили к нам и говорили, наконец, мы сейчас начинаем понимать, что наша страна должна быть частью вот этой многосторонней структуры и усилий, которые прилагаются для того, чтобы улучшить интернет, его работу. И поэтому управление интернетом сейчас становится уже в интересах всех. Это хорошо, но не все здесь, с одной стороны, здесь многие правительства сейчас, для них это может быть головная боль, хотя правительство естественно является центральным существом управлениями интернетами, но правительства сами по себе наедине не могут управлять интернетом. Управление интернетом должно быть партнерским начинанием со всеми заинтересованными сторонами в духе АЧФ, для того, чтобы создавать какие-то решения или политику, которые были бы многосторонними с участием правительств, гражданского общества, технических организаций, промышленности, бизнеса, чтобы все, что работают все вместе. И на одинаковой основе, на равной основе, и чтобы они управляли интернетом, и с тем, чтобы они могли бы улучшить его для всех нас. Поэтому сегодня я вижу только прекрасные вещи на горизонте, поэтому наше сообщество сейчас четко понимает, что многосторонний подход это хороший подход, и что по мере того, как мы смотрим на события будущего года 2014 года, перед нами стоят новые перспективы, когда мы смогли бы обеспечить, как представители европейского парламента, чтобы мы создавали еще одну новую большую организацию, нам не нужно больше еще каких-то организаций, у нас есть уже хорошие институции, мы должны предоставить соответствующие компетенции и прерогативы, с тем, чтобы они бы работали со всеми со всеми заинтересованными сторонами вместе, на равной основе, это хорошая новость, поэтому давайте все вместе сосредоточим свое внимание на том, что необходимо делать, потому что работы много, и мы привержены к достижению этой цели, ICANN, ITF, ISOC, IGF, вы услышите от этих региональные регистратуры, и многие из деловых организаций, многие из организаций гражданской общественной вместе, именно вместе, работая с нашими правительствами, мы можем достичь этой цели. И, наконец, я хочу сказать сейчас, мы находимся сейчас для того, чтобы работать вместе, давайте воспользуемся этой недеей, для того, чтобы быть открытыми, для того, чтобы быть вовлеченными, министры из Бразилии очень сейчас сделал предложение для взаимного вовлечения. Я благодарю Бразилию за то, что они пришли сюда, за тем, что они вовлекли сюда это многостороннее сообщество, с тем, что они пригласили нас на этот диалог, который не был бы только на основе там Бразилии или ICANN, а именно многостороннее приглашение. Мы благодарим за это приглашение, и мы ответим на это предложение, потому что вот это IGF, ее платформа многосторонняя континент, откуда я происхожу, а это африканский континент. У нас говорят, если вы хотите быстро идти, тогда, говорит, идите наедине, но если вы хотите далеко пойти, тогда идите вместе. Давайте пойдем вместе. Спасибо. 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 Сотрудничество на многосторонней основе, вот это вот многостороннее участие, это первое из тех принципов, о которых я хотел бы говорить, потому что для ЮНЕСКО вот эта вот система сотрудничества на основе многостороннего участия в отношении управления интернетом, и это доказало уже себя, что это жизнеспособная инициатива на всех уровнях, на международном уровне, на региональном уровне и на национальном уровне. Это было также очевидным на совещании которого было видно на ЮНЕСКО в Париже в феврале этого года. Многие, те, кто присоединились на этой особой сессии в отношении межправительственного управления и другие сессии по управлению интернетом, участники WSAS приняли на базе консенсуса последнее свое окончательное заявление, которое подчеркивает необходимость тем, что можно было поддерживать свободный, безопасный, надежный интернет. И совещания между всеми заинтересованными сторонами прошли, и это было очень эффективным путем, подсредством которого можно было бороться с теми вызовами, которые стоят перед нами. Второй принцип, о котором я хочу сейчас говорить, это как раз связано с продвижением ЮНЕСКО прав человека, и это, естественно, отражается на политике по управлению интернетом, с тем, чтобы можно было поддерживать и другие права, такие как неприкосновенность личной информации, безопасность личности и так далее. Это особенно имеет отношение к настоящему контексте и в дискуссиях, которые ведут в отношении использования интернета, и особенности в отношении неприкосновенности личной безопасности в онлайновой обстановке. Поэтому на совещании нашего исполнительного комитета, которое прошло только 10 дней этого года, ЮНЕСКО обсуждало как раз вот этику неприкосновенности к киберпространству и так далее. После очень острого обсуждения, когда было показано о том, насколько сложным является этот вопрос, страны-члены согласились, что ЮНЕСКО должно продолжать. Откликаться на эти вызовы, которые связаны с различными заинтересованными сторонами в разных странах мира. И вот на этой сессии, на общем конференции, когда это совещание пройдет в начале ноября, вопрос тогда о поиске каких-то нормативных инструментов будет еще обсуждаться дальше, и решения будут приняты. Я приглашаю любого участника здесь, который заинтересован в этом предмете, с тем, чтобы они бы приняли участие на этом открытом форуме, где дальше будет обсуждаться этот вопрос. И в-третьих, управление интернетом, оно нужно обеспечить, чтобы был бы на равной основе доступ к информации. Некоторые комментариев все еще связывают это с вопросами инфраструктуры, но нам кажется, что доступ для всех, это не просто вопрос инфраструктуры, он более сложный вопрос. Он требует всем, чтобы мы преодолели лингвистические препятствия и вызовы. И как вы будете пользоваться определенным языком на интернете, от этого будет зависеть, насколько люди получат пользу от этой технологии. Мы должны обеспечить всем, чтобы обеспечить доступ к интернету. И с тем, чтобы люди, которые происходят из различных языковых общин, из культурных общин и так далее, чтобы они создавали какое-то содержание в интернете, которое было бы интересным для них. Поэтому здесь ЮНЕСКО работает с другими организациями с тем, чтобы когда выйдет новый выпуск нашего отчета, где как раз эта информация будет помещена. И в этом контексте я хочу поздравить Айкан за то, что вот эти новые домейны высокого уровня, сейчас Айкан нужно поздравить с этим. И что касается просвещения на школьном уровне и так далее, то это и этическое вовлечение в эту работу. Мы тоже выступаем за продвижение глобальной работы в этом плане. И в-четвертых, ЮНЕСКО работает в отношении новой концепции, в отношении универсального доступа к интернету. Наша организация сейчас ищет, чтобы превратить это, провести концептуальную работу, которая была бы, обеспечила бы как раз участие общины в работе интернета. В пятницу утром будет проведено совещание на этой теме. Мы надеемся, что эта концепция поможет нам в холистическом плане сделать упор на прогресс и на выработку устойчивого развития. Я заканчиваю свое выступление, сказав, что ЮНЕСКО два года назад в документе, который был представлен на общем совещании, было сказано, что постепенно внимание международного сообщества перейдет от разработки инфраструктуры к фактическому использованию интернета. И вот этот диалог высокого уровня, который шел вчера, указал на насколько сложной может быть такая дискуссия. Легче было бы просчитать какие-то километры в кабеле, но говорить о человеческом поведении намного сложнее. Это требует времени, это требует терпения. И ЮНЕСКО готовы к этому диалогу, к такому обмену. Давайте сделаем наилучшее использование этого все вместе. Благодарю вас за внимание. И я надеюсь на очень плодотворную дискуссию в ближайшие несколько дней. Благодарю вас, господин Кокленд. Следующий выступающий – посол Денис Ипровейда, координатор США по международной коммуникации и информационной политики. Добрый день всем. Я рад быть сегодня здесь с вами. Соединенные Штаты хотят благодарить секретариат Ай-Джиэф, консультативную группу участников, которая организовала наше совещание, и, конечно же, индонезийскую сторону. Мы высоко ценим, что мы являемся частью сообщества Ай-Джиэф, поэтому мы сделали большой склад финансовый в этом году. И это продемонстрировал нашу совещание. Асситекторы интернета создали его как инклюзивную и открытую платформу, поэтому сегодня не является собственностью одной страны, чем более, чем другой, и не является здесь участник кто-то больше, чем другой. Оно выросло в истории огромными темпами в мире коммуникации, и в результате сейчас интернет является трамплином для человеческого развития по всему миру. Он помогает развитию экономики, развитию демократии, расширяет возможности и содействует инновации. И на вопрос на нас, как надо теперь охватить все это достижение и продолжать наше продвижение вперед. И мы готовы предоставить свою точку зрения по этому. Мы поддерживаем открытый диалог в рамках многосторонней системы. И снизу вверх. Инклюзивные и оперативные усилия, для которых дают возможность использовать интернет свободный от арбитражного контроля. Мы призывали к этому с самого начала. И мы верим, что правильный ответ на вопросы касающиеся развития интернета, касающиеся безопасности интернета для детей, для обеспечения доступа и так далее. Все это требует многостороннего решения. И расширение интернета, и мировое расширение будет зависеть от того, как мы сможем снизить стоимость доступа, то есть создавая соответствующие условия для частного сектора. И правительство США здесь предлагало и работало с различными участниками по созданию коалиции доступного интернета. Это коалиция из 30 организаций частного сектора, общественных организаций и правительств. И вместе мы пытаемся достичь и обеспечить доступный интернет в развивающихся странах. Кроме того, мы создали инициативу широкополосного интернета. И наш частный сектор инвестирует значительно в различные беспроводные решения, чтобы искоренить цифровой пробел. И мы делаем соответствующий вклад в такие решения для вопросов, которые остаются. Лидеры организации по управлению интернетом возобновили призыв к тему, чтобы сделать интернет более инклюзивным. Это возможность повысить инклюзивность интернетом и организовать многосторонний ответ на стоящие перед нами проблемы. Мы должны работать вместе с этими организациями, искренне работать на доброй воле, проявляя добрую волю. Однако, мы должны выступить против центрального государственного контроля, который использовали для своего оправдания истории о интернет-спионаже. Соединенные Штаты, конечно, понимают вашу озабоченность и принимают ее очень серьезно. И я, конечно, понимаю отсудить эти вопросы и желание продвинуть их здесь. И в тех причинях вопросов давайте все-таки будем, останемся хорошими управителями, менеджерами интернет. Давайте используем это время, чтобы решить проблему доступа, проблему безопасности нашего доступа. И давайте сохраним интернет открытой платформой. И давайте двигаться вперед, чтобы привлечь развивающиеся страны к участию в работе многосторонних институтов по развитию интернета. Именно это нас привело сегодня. Это общее понимание добра, которое интернет нам дает и общих интересов в продвижении будущего интернета с тем, чтобы эти преимущества были распространены на все уголки земли. Давайте поймаем эти моменты и предпринимем следующие шаги и обеспечим то, чтобы не потерять существующие стоящие перед нами возможности. Благодарю вас. Благодарю вас, посол. Следующий выступающий госпожа Нина Нонкуана, гражданское общество, региональный координатор по Африке. Ваши превосходительства, дамы и господа, добрый вечер. Меня зовут Нина. Я из Нигерии и живу в Кот-де-Вуар. Я люблю футбол. Я глобальный гражданин через интернет. И я также часть вожу в руководящую группу, которая называется S-PITS, которая позволяет гражданскому общем действовать вместе в рамках IGF. Да. я работаю в рамках фонда World Wide Web как региональный координатор по Африке. Фонд World Wide Web был создан Тим Бейнесли, это родоначальником интернета. И то, что мы делаем, это усиливаем и расширяем открытую сеть как общую, как сеть для всех всего населения Земли. И через различные инициативы, такие как Альянс для доступного интернета, о котором сейчас только что говорилось, а также Web Index, который осуществляет мониторинг действия интернета в различных уголках мира. Мы также стараемся, чтобы интернет способствовал развитию демократии путем информационного обмена. И по этой причине мы здесь, чтобы вовлечь гражданское общество в этот процесс. Есть вопросы и проблемы, которые мы не должны забывать. прежде всего, это права человека. Мы движемся в другую сторону, дальше от прав человека по мере того, как мы продвигаемся дальше в техническом отношении. То есть права человека нам требуют немножко вернуться к этому вопросу и посмотреть на него более серьезно. Второе это участие многостороннее участие. Каждый выступающий использовал это слово. Это открытый, прозрачный и многостороннее участие в ИГР. Пока мы не знаем еще, как это обеспечить и нам надо как-то как это измерить. и сейчас надо как раз решить эти вопросы, как мы можем оценивать многосторонность, кроме того, что мы не должны терять фокус в процессе управления интернетом, нацелен на то, чтобы сделать его инструментом для снижения бедности, для повышения образования, здравоохранения на всех уровнях, для экономического благосостояния всего мира. Поэтому мы должны продолжать предоставлять возможности интернета и расширять их для людей, как я, для, например, местного населения, местного национального, какого-то для людей, живущих сельской местности, для стран, не имеющих выбор морю, возможности для островных государств или таких стран, как Индонезия, состоящих из тысячи островов. Дамы и господа, широкополосный план, который стоит такому обычному африканцу, как я, почти двухтретьей месячной зарплаты. И в 49 самых беднейших странах только один из десяти имеет доступ к интернету. 25 граждан и журналистов из 157 были убиты и 157 были посажены в тюрьму в прошлом году. Между маем прошлого года в 24 странах были приняты новые законы по ограничению свободы слова в онлайне и соответственно привлекаются к судебной ответственности за их слова. И поэтому требуется принять срочные действия для всех и для которые присутствуют здесь, а также которые слушают нас в удаленном режиме. Поэтому я хочу призвать к действию для доступного интернета для всех и везде и призыв к действию к тому чтобы сделать интернет реальным для моих друзей которые являются инвалидами а также для более эффективного процесса управления интернетом на национальном уровне потому что это наш дом и хочу призвать также герданому равенству при привлечении молодежи а также больше использования удаленного участия и для использования интернета для обеспечения социальной справедливости эмоциональной многогранности и растущей растущей конечно угроза наблюдения через интерес за нашими и различные в интересах якобы нашей защиты мы должны это все отвергнуть мы должны оставаться нейтральными открытыми универсальными и свободными как интернет и в завершении своего выступления хочу наполнить всем что мы встречаемся в Бали по теме сновидения мостов и расширения многостороннего сотрудничества для роста и устойчивого развития поэтому именно нам очень важно сотрудничать с всеми кто строит мосты в режиме IGF такими людьми политических которые пытаются справиться с этой реальностью которая называется интернет и странами как и Бразилия которые пытаются сделать этот процесс более инклюзивным и в техническом соответственно который обеспечивает чтобы интернет работал 24 часа в сутки и 7 дней в неделю а также со всеми со всеми региональными местными и международными людьми которые пользуются интернет каждый день и организациями которые привержены доступному интернектору такими как Альянс доступного интернета благодарю вас всех и таких же организаций как НРО и платформы которые составляют IGF особенно те которые финансируют участие Глажданского общества это для вас я хочу поблагодарить всех людей которые способствуют этому и в том числе конечно людям Индонезии и всех народам всех тех стран которые организовали конференции IGF на любом уровне я знаю это очень сложная работа всем вам большое спасибо и всем тем кто слушает меня на удаленном большое спасибо 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 Нина благодарю вас Нина наш следующий выступающий Эллен Маркес старший директор главе IT и телекоменционы Минусемирного экономического форума. Уважаемый министр, Ваше председательство, уважаемые гости, дамы и господа, спасибо за предоставленную возможность мне выступить сегодня. Активность, это активность в интернете и в любое время, и в любой момент. Это как раз реальность нашего времени. Гиперсоединимость извините, к 20-му году у нас будет больше 50 миллионов различных приспособлений для коммуникации. Даже таблетки будут, таблетки цифровые, и все может стать цифровым. И цифровое общение становится реальностью каждого дня, которая от экономики до технологии, и все это становится экономическим, политическим выбором. И коллективно, как мы можем использовать эту технологию? Мы живем в гипер коммуникационном мире, которого не было раньше. Скорость этих изменений уже становится такой, что мы не можем осознать. и когда мы думаем о том, как мы думаем об этом, это, в общем, механистически и статически никак не соответствуют сложности проблем 21-го века. Нужен новый язык, который бы отражал этот процесс эти все технологические, экологические и другие изменения. Мы изменяемся. И во главе этого это, конечно, ИКТ. Соединение всех со всем. Гипер соединимость меняет то, как общаются друг с другом правительства, люди, предусвечивают новые возможности для роста, но также представляют собой новые риски, которые нужно снижать. И понимая динамику и стало всемирным приоритетом. И все это необходимо прежде всего для Риди, потому что они управляют этим сложным миром сверху вниз. Это переходит, управляет этим миром, который становится все больше десталиризованным. Он меняется, он сложный, он гиперсоединен, и ведется данными. И все это не данные, количество данных не уменьшится. Но, однако, ценность этих данных идет не от их количества, сколько от их качества. И то, как мы можем соединяться с этими данными, может изменить и бизнес, и общество. и полностью использовать этот потенциал, как раз дает нам и возможности дополнительные, и связан с большим риском. Одновременно может создать и новые ценности, и может иметь разрушительную силу. и поэтому надо фокусироваться от контроля за данными, контроля за использованием данных. И этим должны заниматься различные институты в разных странах, как с экономической, так и политической точки зрения обеспечить защиту. И поэтому вопросы о том, как руководители принимают решения, как они оценивают потенциалы, и оценивают результаты решений. Короче, нужны новые подходы, чтобы люди могли понимать, как данные собираются, и как они используются. Эффективный дизайн и простота должны лежать в центре, в этой в самоотношении между индивидуалами и данными, которые они используют. И все должно быть делаться более эффективно. И вместо того, чтобы делать просто да или нет, ответы на пункты сбора. И специальные, особенно, где используются данные, которые относятся и достаточно важными являются в нашей повседневной жизни. Контекст также важен. Изменение, скорость извинений также приводит к необходимости изменения в подходах к использованию данных в различных ситуациях. Чтобы уследить за этим, надо обязательно понимать, как происходит передача данных, как происходит их использование. И, соответственно, нужно менять политику. Традиционные формы руководства уже не отвечают этой модели. И необходимо здесь новые техническую компетенцию и политическое руководство для создавать для того, чтобы они соответствовали этим процессам. должны помочь создать мощные партнерства, чтобы катализировать основанные на общих принципах. И выявление этих принципов позволит нам создать глобальную повестку для тем, чтобы она отвечала тем глобальным ценностям, которые мы ценим. Благодарю вас, Владимир Маркас. Наши следующие списки. Президент CEO интернет-сообщества. Благодарю вас, председатель, уважаемые министры, ваши превосходительства, дамы и господа. Я рад сегодня быть в этой прекрасной стране. Хочу поблагодарить правительство Индонезии за организацию этого мероприятия и за гостеприимство. Сегодняшняя тема очень важна, и особенно с нашего последнего совещания в Баку. хочу поговорить о том, что происходит в организации интернет, какие усилия предпринимаются с собой, чтобы обеспечить доступ более миллиарда населения, и как развивающиеся страны тоже могут получить доступ в то, что мы очень хорошо слышали. кроме того, такие вопросы, как контент на местном языке, и так далее, в АКПИ, и так далее. То есть, это лишь самый краткий список мероприятий, но существует темное облако. Это правительственные санкции, и спионская деятельность, которые недавно были обнаружены. ставят перед нами очень серьезные проблемы. Даже говоря о национальной безопасности, которая не соответствует личной безопасности населения, это неправильно. Многие идеи были предложены, которые соответствуют этической модели. Они должны приветствоваться. Техническое сообщество полностью участвует в этих дебатах, и сегодня, в прошлом месяце, в интернет-сообществе состоялись соответствующие обсуждения. В частности, мы говорим о необходимости борьбы против фрагментации на национальном уровне, и была выражена озабоченность против по поводу как раз наблюдения незаконного. И хотим, конечно, вместе решать вопросы управления интернета и расширения сотрудничества в этом плане. Мы призываем также к глобализации ICANN, чтобы они превратились в организации, где все государства участвуют на равной основе. Мы также считаем, необходимо создать World by Web, где все равны, и здесь необходимо многостороннее сотрудничество. И от этого зависит успех. Необходимо также укреплять все эти механизмы. Нам все, мы все хотим видеть все безопасно, и хороший, мощный интернет, включая и направления, которые достаточно, у которых есть много проблем. Если бы эти проблемы были бы простыми, они были бы решены уже. Но слишком, некоторые слишком сложны, и требуют многостороннего участия для их решения, а также требуют соответствующей экспертизы. Поэтому мы разработали специальный проект, и мы ждем вашего участия, чтобы его улучшить. Потому что там как раз вопросы отражаются, те, которые мы сегодня обсуждаем. Было бы важно дезагрегировать эти вопросы на различные их аспекты, чтобы решить. они следующие, все категории следующие. Прежде всего, соединяя ресурсы. И ответы известны некоторым, но не всем. Например, что такое, как бороться со спамом и аэкспи. Мобилизация коллективных действий в вопросах. Мы считаем, что вопросы есть, но они требуют времени. решения. Например, ДНСЭК, которому ждут, ожидаются ответы для принятия каких-то решений. Например, и вопросы интеллектуальной собственности. И четвертое, это такие неоднозначные вопросы, по которым нет общего согласия по проблеме. Например, Сендер Пейс. Это пример такого вопроса. Чтобы решать эти проблемы, необходимо сотрудничество на богосторонней основе и гибкий подход. И завершая выступление, мы все помогаем построить интернет будущего. Но создание физической инфраструктуры, правовых рамах и соответствующих методов управления, методом консенсов. Мы все работаем на будущем. Постоянно идет эволюция, нет статус-пво. И переходя к более традиционным ролям, уже будет неправильно. Потому что уже, отошли от этих методов. поэтому необходимо обмениваться мнениями по хорошей практике, чтобы обеспечить будущее развитие интернета. И IGF в этом играет все более важную роль. И мы понимаем, что здесь сейчас в нашей конференции IGF мы считаем, что как раз будет обсуждена и создана модель децентрализованного открытого интернета. и мы считаем, что этот мандат нужно на более длительный срок передать IGF. Благодарю вас на этом. Я завершаю свое выступление. Спасибо большое, миша Сент-Ама. Спасибо, миша Сент-Ама. Следующий выступающий госпожа Кристина Рида, директор услуг Телеком из Египта и руководитель секретариата IGF Египта. Она будет говорить от имени национальных и региональных инициатив IGF. Благодарю вас, председатель, дамы и господа, ваше превосходительство, дамы. Добрый вечер. Для меня высокая честь выступать сегодня на церемонии открытия IGF здесь, в Валии. Хочу начать со слов благодарности в адрес нашего места индонезийского правительства, которое организовало это мероприятие в этом замечательном месте. Хочу также поблагодарить секретариата арабского IGF по региональным и национальным инициативам IGF. Хочу найти также признательность в адрес работы координационной группы национальном и региональном уровне, которые объединили инициативы и проанализировали их вклад. и очень я рад видеть, что этот трек также продолжается и переходит к региональному диалогу, и это приведет к более успешному диалогу. Появление инициативы на региональном уровне придало новый момент. И поэтому за все эти годы, которые прошли в нашей работе, IGF росло как в количественном направлении, так и в качественном. поэтому сегодня уже сейчас имеется девять региональных IGF, уже 19 национальных и кроме этого есть еще несколько инициатив, которые перечислили все на веб-сайте IGF и кроме этого мы видели тоже еще, что и персидский IGF появился. Дамы и господа, позвольте мне теперь рассказать немножко об глобальном IGF и местных филиалах. Очень важно отметить, что национальные и региональные IGF, они органические инициативы, которые прошли с низов и они функционируют. Некоторые рассматриваются как метод наращивания потенциала, обмена опытом и так далее. Некоторые смотрят на себя как люди, которые организовывают национальные какие-то инициативы, встречи и так далее. Но все из них подчеркнут главные ценности, которые связаны с процессом IGF, а именно процесс не коммерческого многостороннего участия, нет никаких сомнений, что IGF играл ключевую роль в том, чтобы можно было бы стимулировать эти национальные и региональные инициативы. Поэтому особенно важны молодежные инициативы, которые они, кроме этого, организуют свою повестку, которые отвечают глобальным инициативам. в некоторых случаях мы видим сейчас то, что они выходят за пределы обычного, обычной повестки дня, например, в арабском IGF есть новые какие-то процессы, которые позволяют нам, они смотрят на принцип глобализации, они смотрят на то, как можно улучшить работу за счет более широких консультаций. Сознанно кроет также новые, другие какие-то инициативы на региональном уровне, но они могут помочь и глобальному IGF, потому что будут так называемые Flash Special проводиться, специальные рассчитания быстро, которые, все-таки, необходимо нам указать, что необходимо укрепить часть связи между локальными и глобальными инициативами с тем, чтобы можно было больше вести процесс слабодотворения идеями. Ну, это же динамика самого интернета, это его принцип, потому что региональные и национальные IGF, они представляют для нас для всех интересов, для того, чтобы на них можно было обсуждать на, как, проблемы как на глобальном, так и на региональном уровне. По мере того, как эти инициативы взрослеют, мы можем создавать более реальные, более осмысленные какие-то связи с глобальным IGF, с тем, чтобы росли вот эти связи, с тем, чтобы были для них соответствующие связи, соответствующие инициативы, для передачи своей информации на глобальную повестку дня. Поэтому, когда мы видим сейчас на этом совещании, собираются данные, анализируются, новые пункты повестки дня были сейчас, уже исходят от региональных инициатив, переносятся на обсуждение групп, и было бы очень интересно посмотреть как раз на то, какой воздействие вот эти национальные и региональные IGF, как глобальные, так и в локальном уровне, оказали влияние на общее движение IGF, каким образом новые какие-то участники могут быть привлечены в дискуссию, мы должны отметить, что определенные индивиды, которые уже активны в глобальном плане, они вызывают эти региональные инициативы, они продвигают общие принципы, которые они получили на глобальном уровне, и притворяют теперь на местном уровне. Теперь, для того, чтобы улучшить их работу, то нам необходимо обратить внимание на вызовы, которые стоят перед нами. в ходе регионального диалога мы поняли, что сейчас необходимо создать какие-то устойчивые модели, чтобы можно было поддерживать обсуждение политики с многосторонними участниками, а именно, как поддержать баланс между открытым диалогом, но одновременно обеспечив устойчивость финансовой поддержки, кроме этого, еще связи национальных IGF с региональными, участие каких-то плохо представленных сынов в этой работе, и так далее. Тебе обратили внимание на то, что национальные и региональные IGF, они довольно молодые организации еще, и необходимо сейчас собирать побольше аналитической информации, чтобы понять, что происходит, чтобы найти какие-то общие точки соприкосновения, вопросы, которые позволили бы нам откликнуться более полно на новые вызовы, которые стоят перед всеми нами. Отсюда мы получим также и какие-то новые установки в отношении того, как более-таки навести эти места, инициативы. Это должно улучшить работу многосторонней модели. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Мисс Арида. Наши следующие выступающие, господа, мисс Мелли Клоус, вице-президент Европейской комиссии, и представитель комитета по цифровой повестке, она не смогла сама приехать на совещание в Бали, но она смогла переслать нам это видео. Будьте добры. Я очень извиняюсь за то, что я не смогу принимать участие в этом форуме, в это время, которое является таким ключевым для интернета. Я была на предыдущих двух-трех совещаниях, и поэтому я вскоре надеюсь встретиться с вами. Интернет продолжать оказывать огромное воздействие, как экономический фактор, который влияет на рынки, и как это, кроме того, как нечто поддерживает все аспекты жизни нашего общества, и необходимо, чтобы он сконтировал нормально, и поэтому мы мы должны это сделать. Сейчас многое изменилось с прошлого года, мы видели перед собой большее осознание того, насколько важен интернет для различных, на различных уровнях, на WCIT, мы видели на конференции в Дубае, как сейчас мир делится, например, и мы видели о том, на каком, в каком масштабе проводится теперь, например, сбор каких-то данных об личной жизни граждан, некоторыми правительствами, и поэтому мы должны сейчас еще, поэтому, когда ICANN и другие, если какие-то организации, которые могут не откликаться на соответствующие проблемы, которые подняты, были правительства, и поэтому, с самого высокого уровня мы должны, мы видим теперь, что было несколько ударов, которые бы нанесены по существующей системе управления интернетом, и все больше становилось осознание того, что не все правильно пользоваться этим, как ресурсом, но это, конечно, открытой формой, который является единой демократической платформой для обмена мнениями, он должен оставаться именно таким, он не может становиться театром борьбы, инструментов войны или террора, ну, нет необходимых каких-то новых правилов, но, чем больше интернет затрагивает все аспекты нашей жизни, тем больше появляются все вопросы, включая те институции, которые создавали саму структуру интернет-мета, нам необходимо новое правило, которое на международном уровне помогло следить за управлением интернетом, как в отношении правительства, так в отношении бизнеса, мы должны, естественно, охранять личную прикосновенность данных личностей, с тем, чтобы мы не должны применить какие-то односторонние решения, которые будут повредить другим, мы должны пользоваться моделем многостороннего участия, всестороннего участия, и среди этих голосов, которые мы должны услышать, это не одни из этих голосов, не должны преобладать, но должны принимать участие и сейчас ответственность лежит на правительстве, с тем, что мы не могли бы представлять определенные аспекты своей политики, и вот для того, чтобы достичь это действительно, потому что многие страны сейчас до сих пор не могут, как бы, воспользоваться полностью этим принципом, даже когда это отражается на жизни их граждан, поэтому необходимость тем, чтобы восполнить пробел в доверии, и мы видим сейчас, что интернет, не чтобы интернет не разбился по национальным границам, тогда мы потеряем его открытую структуру, его новаторскую структуру, поэтому все члены, все правительства, все заинтересованные с трудом, должны на одинаково и на равной основе принимать участие в этом процессе, и поэтому Европейский Союз вместе с многими другими партнерами сейчас создал платформу для платформы для наблюдения за тем, что происходит в интернете, и как вообще процесс управления продвигается во всем мире, с тем, что можно было понять, как можно повлиять, вовлечься в этот процесс, и повлиять на это, это большой шаг вперед, и это необходимо сейчас все больше становится людей, которые создают сейчас и так, я хочу еще, мы хотим найти сейчас какой-то долгосрочный более подход с тем, чтобы можно было обсудить его как следует, глобально, в ходе глобальных дебатов на эту тему, это прекрасная возможность для того, чтобы IGF, потому что IGF был создан именно для этой цели, для такого рода дискуссий, и между различными сообществами интернета, и должно включать в себя и правительственные организации, но также и ответственность этих организаций, поэтому не удивительно, что с моей точки зрения, я научил в исходе онлайн-диалога по управлению интернетом, я надеюсь, что вы примите участие в этом онлайн-диалоге тоже, и мы обсудим вопросы, и после этого можно будет представить наши решения. Европейская комиссия будет обсуждать сейчас вопрос о том, как как раз относиться к этим вопросам управления интернетом. Это будет основано на обмене мнениями со многими зарисованными лицами и сторонами, с тем, чтобы мы могли выработать соответствующую которая могла бы наиболее полно отражать и проводить какие-то нововведения, улучшения. Но, скажите, если вы считаете, что я как где-то не права, и что есть какие-то пути, помимо многостороннего участия, если вы считаете, что, может быть, нам необходимо вообще создать какие-то новые институции, мы должны сейчас начать с каких-то определенных принципов, проценты, которые отражены в самых ценностях Европейского Союза, и создать модель, которая была бы реалистичной и одновременно была бы всеобъемлющей, с тем, чтобы институты и организации смогли бы пользоваться этим интернетом, не является собственностью какого-то единого правительства или какой-то одной корпорацией, он придется нам всем, и он необходимо быть направлен на то, чтобы помочь нам всем. я желаю вам успехов в ваших дискуссиях и в дальнейшем сотрудничестве для охраны платформы, которой стал интернет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ это видео, этот ролик, наш следующий выступающий господин Ярияко, председатель из ITF инженерной группы. Господин председатель, уважаемые министры, уважаемые делегаты, дамы и господа, я рад тем, что мне предоставлена возможность принимать участие в этой дискуссии. Я хочу также поблагодарить нашу принимающую страну. Индонезия это особое место для меня, это природа, это люди, мне нравится вообще все, что здесь происходит, но я могу говорить о многих вещах, но хочу обратить внимание на две главные вещи, на безопасность и будущее новаторские начинания. Мы знаем о том, что интернет стал основой новаторских новых идей, как это принесло столько много пользы, большой пользы, и что взаимопроникаемая природа этой информации помогла нам тоже. Поэтому важно подумать сейчас о том, каким будет будущее этого феномена. Не только сегодня, но и после этого мы должны смотреть, как на техническое общество, и мы видим это, что скорость новаторских введений становится все более. и сейчас мы проходим большие очень перемены, и сейчас мы видели о том, как начало были браузеры, и так далее, потом сейчас все происходит уже в более реальном времени, и сейчас уже ведет к тому, что сейчас начинают сконцентрироваться на предметы, которые вокруг нас, то есть, какие-то объекты, скажем, переходим от IPv4 на IPv6 и так далее. многие из этих перемен сейчас, они фундаментально отражаются на управлении интернетом, потому что очень трудно управлять этим киберпространством, которое настолько обширное, и потому что если вы становитесь участником представления интернетных звонков, и так далее, на общее регулирование такой технологии, то есть, всякие, любые такие инновации, они имеют очень большие последствия, это не просто вопрос технологий, необходимо работать вместе с регулирующими агентствами, и так далее. А второе, что о чем говорить, вторая тема, о которой о чем говорить, это безопасность. Мы сейчас видим, что это было, естественно, очень острой проблемой, и в этом году много о ней говорилось. Я думаю, что проблема как раз намного больше, чем мы предполагали это, чем мы просто читаем это в наших газетных сообщениях. Наши деловые коммуникации, наши личные коммуникации, все они. Зависит, конечно, от технологий, насколько она надежная. Поэтому отчеты о том, что сейчас трафик интернетный сейчас контролируется, так жестко и прослеживается, это, конечно, обеспокоило многих людей. С сентября я, хотя и обсуждал этот вопрос. И большая часть нашего совещания будет посвящена этому. И мы не просто говорим и обсуждаем, но мы пытаемся найти какие-то, ввести технические перемены, инновации. Смотрим на большие, например, такие как алгоритмы для шифрования, для поддержания более безопасного сообщения. Это, конечно, общие инструменты, которые должны помогать нам делать интернет более надежным. Это не просто лишь реакция на то, что произошло недавно сенсионные новости, о слежке и так далее. Поэтому, например, сейчас мы видим сейчас, что если когда-ка там у банков имеется определенный уровень безопасности, то, может быть, это необходимо разработать что-то, что можно было бы сделать это распространить на другие аспекты коммуникации. Если мы посмотрим на вообще безопасность на интернете, то воспользуемся этим моментом для того, чтобы как можно хорошо технологии не решать всех этих проблем. Я хочу пригласить вас и в IGF и в других организациях, чтобы вместе работать, чтобы можно было создавать более безопасный интернет. спасибо. Спасибо, господин Арка. К сожалению, наш председатель и господин Циберинь сейчас должен покинуть наше заседание и господин Гас тоже должен покинуть наше заседание на пресс-конференцию или участие в пресс-конференции. господин Сососомба сейчас займет место председателя этого совещания. Спасибо. 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 . господин Уважаемые и в Идонезию Мы должны продвигать ценности, в частности, сотрудничество на многосторонней основе, необходимое для того, чтобы можно было обеспечить правильное управление интернетом. Та скорость развития технологических новаций означает, что политика всегда отстает от технологий, и особенно цифровая технология сейчас полностью изменяет нашу коммуникацию, нашу торговлю, открывает новые глобальные рынки. Поэтому для того, чтобы можно было воспользоваться цифровой экономикой, нам необходимо создать соответствующие политические рамки, которые могли бы помогать инвестициям в следующий круг технологических новаций, как в деловой сфере. И поэтому высокоскоростные сети, новые типы услуг создают сейчас новые виды рабочих мест, большую конкурентоспособность. Мы видим сейчас, что продуктивность поднимается тоже, вклад в ВВП растет, новые рабочие места, там, где цифровая технология, и мы видим сейчас, что это влияет на все практически виды промышленности. И вот эта способность воспользоваться этим организацией, чтобы им... В трансграничном пространстве тоже это становится еще более важным для экономического роста. Поэтому для того, чтобы воспользоваться полностью этой возможностью, что связано с влиянием международных технологий, глобальный бизнес поддерживает технологии, которые поддерживают вход на рынок новых агентов. И это связано с новыми услугами, новым вовлечением людей в это. Поэтому интернет остается все-таки главным стилом, который помогает экономическому росту, если мы введем соответствующие правила, регламент, которые связаны с глобальными принципами, которые могут помогать и давать людям достаточное ощущение безопасности, когда они работают в онлайновом режиме. Когда мы представляем доступ к интернету, к другим коммуникациям, связанным с информацией, это, конечно, очень эффективный путь для того, чтобы обеспечить также и разнообразие взглядов. Привлекая выгоды инвестиций и проводя инновации, нам необходимо иметь определенный уровень образования, соответствующую политику, которая бы обращала вложения, обращала бы предпринимательство с тем, чтобы независимые регламентские агентства проводили бы независимый обзор того, что происходит. Обеспечивали бы качество, соответствующий уровень затрат на это, соблюдение правил, сохрану авторских прав. Поэтому деловое общество поддерживает свободу информации с тем, чтобы были бы учтены права других и законность. Поэтому правительство должно работать со всеми заинтересованными сторонами, с тем, чтобы можно было бы поднять уровень свободного передачи информации через интернет, с тем, чтобы можно сократить барьеры в отношении торговли, с тем, чтобы все компании имели возможность заниматься коммерческой деятельностью, которая была бы законной. Сегодня перед нами стоят новые вызовы, потому что интернет становится орудием экономического развития. Барьеры, такие как управление данными только на локальном уровне и так далее, это в какой-то мере влияло негативно на свободную передачу информации и на передачу, и на инвестиции. Ценности AGF понятны всем, и мы понимаем, что эта роль является уникальной и важной, потому что полностью многосторонний форум, который позволяет нам вести диалог, расширять сотрудничество и взаимопонимание по всем спорным вопросам, не ограничивая себя обычными рамками. Поэтому, несмотря на такую иниальную роль, AGF стоит перед определенными проблемами в будущем. Учитывая важность этой организации, мы призываем сейчас к укреплению этой платформы, для того, чтобы можно было бы вместе привнести как деловую общность, так и правительство, гражданского общества, неправительственные организации, которые смогли бы обсуждать общественную политику в отношении интернета. Деловое общество тоже понимает о том, что многие участники, которые представлены здесь, нам всем нужно еще вести дальнейшую работу с тем, чтобы обеспечить всем, чтобы AGF могло продолжать вести свое дело и в будущем. Поэтому деловые структуры поддерживают эту работу AGF и после 2015 года. Мы надеемся, что вот этот открытый диалог на этой неделе поможет не только показать о том, насколько сильна сама структура AGF, которая способствует продвижению свободного и открытого интернета, но позволяет также подчеркнуть заново наши старые концепции и практики, которые являются ключевыми. Мы должны помнить, что создавая соответствующую среду для интернета, для развития, для инноваций и так далее, развивая цифровую экономику и интернет-общество, это все было пригрызло к большому успеху. Но многостороннее участие и сотрудничество необходимо для того, чтобы можно было создать, принимать соответствующие решения и помочь экономическому росту. Как мы можем поддерживать прочность этого интернета, это будет зависеть от сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами. Есть необходимость для того, чтобы эти стороны более тесно подсотрудничали с тем, чтобы можно было бы внести определенные политические изменения, которые позволили бы ввести более подбородные инвестиции, позволять ввести и дальше помогать экономическому росту, передаче информации. Поэтому вот такого рода прозрачный и открытый форум, как ИЧФ, позволяет правительству работать вместе с правительством, вместе с деловой общественностью, с тем, чтобы можно было бы создать новые какие-то процессы, которые позволили бы помогать большему соответствию между инвестициями и ростом экономики. И ИЧФ сейчас становится еще более актуальным, когда мы учтем очень сложные политические вопросы, которые стоят перед нами. Потому что вот это вопросы как раз об непосредственности личной информации, о кибербезопасности, необходимо поднять доверие общественности к интернету. И только многосторонний участие может опознать наши общие интересы, которые могли бы создать нам какую-то платформу для продвижения этой политики. Спасибо за возможность принять участие в церемонии открытия. Спасибо. Спасибо, господин Элидев. Следующий выступающий его представительство Эдвард Фесси, министр культуры, коммуникации и креативных промышленностей из Соединенного Королевства. Спасибо. Я очень рад принимать участие в этом форуме, в восьмом форуме. Это мой третий уже форум. И когда я, если, ну это могло быть и четвертым, но я тогда в самом начале не попал на это совещание, которое в Вильнюсе было. Теперь это вот совещание уже сейчас. Мне кажется, что хорошо быть вот здесь в Бали, что быть гостем индонезийского правительства, встретиться с министром. И я, конечно, жалею, что его сейчас нет, что он не смог заслушать мое гениальное выступление. Но я вижу еще, что сейчас у него, например, у этого министра, только более полумиллиона последователей на твиттере. Это больше, чем на 50%, чем британский премьер-минист. Поэтому если кто-то говорит, что индонезийское правительство не серьезно принимает интернет, то тогда вы обратите на это внимание, что только один год этот министр был на... А президент сам имеет 3 миллиона последователей на твиттере. Поэтому сейчас видим, что эта нация очень серьезно принимает во внимание и на пресс-концентре ТВ Туле сейчас, когда он проводит. Поэтому мы видим сейчас мгновенно, как он выступает. В блоге сразу пишутся об этом, о том, о работе АЧФ. Поэтому я хочу сейчас выразиться и признать министру и члену многосторонней группы, консультативной группы и секретариату АЧФ за то, их посвященность, подготовке вот этого важного и актуального совещания с его программой. Поэтому Фарид Чехады, который тоже не может заслужить мою речь, он говорил уже о том, насколько это важно. Поэтому все мы знаем, что АЧФ уже имеет сейчас достаточное количество достижений с тем, чтобы оно развивается, что оно по-прежнему отвечает на запросы, на нужды различных средств от правительства, от технических, экспертных комиссий и так далее, от гражданского общества, с тем, чтобы отвлекаться на те вызовы, которые стоят перед интернетной экономикой. И АЧФ не может останавливаться на достигнутом, он должен сейчас идти и шагать в ногу с новыми инновациями, разработками. И АЧФ как раз отличается в том, чтобы ответить на эти ожидания, которые... Мы видим сейчас, что важные были перемены проведены по рекомендации рабочих групп. И Питер Мейджер, группа, которую он возглавлял, поэтому эти перемены будут отражаться на перемене тематики, на тематической связи между различными семинарами, с тем, чтобы все большее количество национальных и региональных АЧФ принимали в этом участие. Поэтому ожидаем, что результаты наших, наши работы будут более четкими, будут более актуальны. Поэтому очень важно с тем, чтобы АЧФ сейчас перекликалась с АЧФами в развивающиеся страны, с тем, чтобы они видели, как это отражается на их работе. Поэтому вовлечение в наши прения, в обмен информации, это, естественно, представляет собой... Это очень важно, потому что мы понимаем, что они смогут оказать внимание, влияние на свою экономическую стратегию, на их вовлечение в это, чтобы помочь устойчивому развитию в своих собственных странах. Поэтому очень важно подчеркнуть, что стоит тесная связь между ЦРТ и устойчивым развитием, и процессом выставки, который сейчас помогает в продвижении глобальной экономики, знаний. И ЮКС смотрит на АЧФ как то, что играет жизненно важную роль в укреплении этих связей. И это тоже информация, которая может быть доступна всем, для того, чтобы эта работа продолжалась дальше и так. Мы все знаем, что одна из причин, почему АЧФ настолько знаменательна в этом году, это то, что мы сейчас подходим к очень важной стадии нашей работы. Сейчас уже подходит время десятилетнего пересмотра, сейчас осуществление тех институтов, которые мы начали в Тунисе в 2005 году. И в феврале сейчас ITU запустила свою платформу подготовительную, так называемую НПП. И это подготовит условия к следующему совещанию участников, которые примут участие все ООНовские организации. И будет обзор не только 2005 года, но и мы посмотрим на период после 2015 года. И мы очень рады, что и ITU, и ЮНЕСКО ведут этот процесс. И мы видим также необходимость для ВСИСа-саммита в 2015 году. Также к нему необходимо подготовиться. Я думаю, это будет достаточно. И это все будет выделено на рассмотрение Генассамблеи ООН в свое время. Я думаю, что и мы тоже в 2015 году можем произвести очередную конференцию. Я думаю, что ITU произведет какие-то изменения, и более, так сказать, просто обновления, и более небольшие улучшения. Многие из проблем, с которыми мы сталкивались в 2015 году, так остаются такими, как цифровой разрыв и доступ к интернету. Я думаю, надо сделать больше, чтобы решить эти проблемы через многостороннее партнерство. И в этом центральную роль, естественно, играет ITU. Поэтому я хочу завершить призывом ITU сейчас требует вашей информационной работы. И я, надеюсь, я каждый день с этим призывом обращаюсь. Я очень надеюсь, что Генсек ООН сможет назначить специального представителя по управлению интернет при приближающей возможности. И я считаю, что это будет очень важным моментом для достижения устойчивого развития и для глобальной экономики, информационной экономики. Благодарю вас. Благодарю вас, министр Вейзи. Благодарю вас, министр Вейзи. И наш последний выступающий сегодня по списку господин Йован Кабалаки фонда Деппула. Я чувствую чувство облегчения по поводу того, что я последний выступающий. Я попытаюсь быть так же кратким, как и предыдущие ораторы. Уважаемые министры, ваше превосходительство, дорогие коллеги, члены IGF, для меня высокая честь быть на церемонии открытия, на сессии открытия. Хочу поздравить всех, кто участвовал в подготовительном процессе. Его уже, даже видим по этому замечательному конференц-центру, то, что эта конференция IGF сейчас очень динамична и собрала большое количество, число участников. Я сидел сейчас только с главой Организационного комитета, и я думаю, сейчас мы поставили рекорд. У нас более двух тысяч зарегистрированных участников из 90 стран, нет, 109 стран, и вчерашнее разведание на высоком уровне, на нем присутствовали 53 страны, делегаты из 53 стран. Это замечательная новость, я думаю, это возможность, чтобы поинформировать вас о одной удачной инновации, о одном успехе. Если была бы, например, награда IGF, в которой мы могли бы подумать о награде, то в этом году надо было бы ее сделать АПТИ, Ассоциации провайдеров интернет-услуг Индонезии. О них уже говорили в докладе Ксадина ФАДИ, и я хочу, чтобы попросить их встать. Почему я говорю о них? Они осуществили замечательную программу по наращиванию потенциала, которая началась с манероприятий по подготовке. Они не просто провели один семинар, это был подражающийся процесс по подключению бизнеса, академических кругов и технических кругов к этому процессу. Мы можем по-многому поучиться у них. Это уникальный пример на национальном уровне. Но я из другого фонда, из святшавского фонда, который был создан для содействия глобальному руководству. Это наша основная цель нашего фонда. И те, кто из вас, кто знает меня, знают, что мы любим рисовать. Но, к сожалению, мне не дали порисовать в моей презентации, поэтому используйте свои, да, используйте свое воображение, когда я буду вам, так сказать, рассказывать о них. И, например, это я хочу привести как бы пример таблицы, геометрической таблицы развития управления интернетом. Значит, вертикальная шкала – это управление, интернет. И сейчас, мы можем использовать сутбольные термины, входит уже в первую лигу. В августе мы, Совет Безопасности, обсуждал эти вопросы, вопросы управления интернетом. И, как вы знаете, эти вопросы также озвучали и на Ассамблее ООН. На прошлой неделе у нас было несколько заседаний, конференций о киберпространстве. Вы видите, какая сила вопросов интернета в переговорах на высоком уровне. Но горизонтальная плоскость также важна для геометрии IGF. Это расширение повестки дня IGF. Видите, мы подключаем различные перспективы академических, технических моментов. В прошлом году форум ВТО обсуждал вопросы цифровой экономики, интернет-экономики. И мы посмотрим на всех важных торговых переговорах. Также поднимаются вопросы защиты данных и защиты личных данных. Так что мы видим расширение этого горизонтального параметра управления интернетом. И это принесет новое новшество в IGF. IGF-TV не будет единым игроком в поле. Он будет одним из многих организаций, которые занимаются этими вопросами. Поэтому мы должны внести свой вклад в этот процесс. Даже из товарной статистики видно, что сегодня все в зале понимают важность этого решающего момента в процессе управления интернетом. Я посчитал пять уже практикумов, которые были приведены. И просто по короткости проанализировать их, то из них 40% были посвящены организационным рамкам. Это очень даже важный вопрос. Это будет одной из важнейших тем во время нашего IGF. Давайте здесь мы сделаем быстрый вклад. Хотелось бы несколько моментов отметить. Основанные они на обзоре Диплоса. Мы как можем расширить эту геометрию, этой таблицы. Прежде всего нужна политика, основанная на данных. Нам нужно больше данных, какой результат той политики, которую мы проводим, и результаты мероприятий, которые мы проводим в IGF, в ICANN, в ITU и в других организациях. Я могу сообщить вам, что в Женеве, по помощи правительства Швейцарии и других участников, мы планируем запустить так называемую Женевскую интернет-платформу, которая будет содействовать именно политике, основанной на данных. Кроме того, очень важный момент. Политика должна быть связанная и не повторяться, не дуплицировать. Третье, это, конечно, инклюзивность, то есть участие как можно более широкого круга людей в дискуссиях по управлению интернетом. В течение последующих трех-четырех дней, я думаю, с участием и удаленных наших членов, и я думаю, что интернет стоит тех усилий, которые мы приложим. Это серьезный инструмент, важный для человечества, поэтому мы должны действительно приложить серьезные усилия для того, чтобы найти пути правильного управления интернетом. Благодарю вас, Эван. Теперь передаем слово господину Сосонга для заключительного сообщения. Ваше превосходительство, уважаемые участники, дамы и господа. Итак, мы подошли к завершению нашей церемонии открытия, или сессии открытия. И очень большая честь для Индонезии стать организатором этого форума. И мы очень рады, что вы все приехали сюда, чтобы поучиться и поделиться своими идеями. Наша общая цель – улучшить сотрудничество с тем, чтобы усилить положительный эффект от интернета и решить проблемы, связанные с ним. Мы многих послушали представителей ICANN и ITU. Они говорили о деятельности своих организаций. К тем, кто не знакомы с ними. Например, Апти – это индонезийская доменная name, организация, предоставляющая доменные имена, и организация производителей услуг интернета. Эти организации несут на себе основную роль в подготовке нашего совещания. Меня, например, проинформировали, что на совещании группы высокого уровня вчера участвовали более 500 человек. Конечно, эти организации проводят различные мероприятия по повышению информированности, и другие организации не могли бы этого сделать, такие как, в частности, приглашение всех вас на гала-ужин в четверг вечером. Я думаю, это демонстрирует важность много сторонних усилий в решении проблем интернета. Да, действительно, интернет сейчас в процессе трансформации. У нас будет открытый, инклюзивный диалог за ближайший день, чтобы усилить наше сотрудничество, чтобы обеспечить рост и устойчивое развитие, и как мы будем работать над реализацией наших принципов управления интернетом. Итак, на этом я хочу завершить. Завтра мы продолжим нашу работу. Я желаю вам приятного времяпрепровождения в Индонезии и успешной работы. Благодарю вас. Благодарю вас, дамы и господа. На этом сессия открытия закрывается на этом. Виндосного аппетита Продолжение следует...